Фух, ребят, это первое, что я могу сказать после этих выходных. Ола, амигос, на связи Матвей. И да, как вы уже могли заметить, я выиграл Galaxy Cup. Ну а как иначе, я как один из самых скилловых игроков на Android в СНГ, не мог не выиграть этот турнир. Конечно, я столкнулся со своими трудностями, но обо всём этом я расскажу в сегодняшнем ролике. Ну а перед тем, как начать, обязательно проверьте кнопку подписки на мой канал. Давайте уже наконец добьём 800 подписчиков к началу августа. Я знаю, вы можете, потому что вы самые лучшие ребята. Но всё же не стоит забавить, что наилучшая поддержка меня, это мой тег автор Матвкар в вашем ежедневном магазине Фортнайт. Смело водите его и покупайте исключительно с ним. Делайте скрины ваших покупок, попадёте в видос и высылайте в мою официальную группу канала ВКонтакте. Группа за последние дни очень бустанулась, там интересно, прикольно, ссылка в описании. Ну а теперь давайте к делу. За последние выходные я отыграл аж целых 12 часов. Да-да, я играл в Galaxy Cup в субботу вечером на Европе. Также я пробовал играть в турнир на сервере Дальнего Востока, по отдельным причинам, о котором я в следующем видосе расскажу. Ну и победный турнир у меня прошёл 26 числа, воскресенье вечером уже на Европе. Наверное, многие из вас задаются вопросом, почему я так много играл в этот турнир. А вся вина лежит в том, что я уезжал на выходных на дачу, я там стримил, и да, интернет там был ужасный. Ну как ужасный, он там был хороший, но местами он пропадал, и я просто стоял на месте, и меня убивали. И так было, по-моему, Катактак 5. Ну также там и были свои причины игры, о которых, опять же, я напомню, расскажу в следующем видосе. Он, кстати, получится суперинтересным, я его готовлю параллельно с этим видео. Что это ещё одна причина подписаться на меня и включить уведомления, чтобы быть всегда в курсе моих новых видео. А так, я думаю, события Fortnite под названием Galaxy Cup от коллаборации Samsung и Fortnite получилось на высшем уровне. Впервые андроид игрокам, всеми забытыми в сообществе, дали возможность проявить себя. Конечно, нашлись и свои дауны, подключающие свои геймпады к телефону. Ну, как говорится, в семье не без урода. Ещё один плюс, на этом турнире не было никаких iPad игроков. Все мы знаем, что вершины Fortnite Mobile запланили игроки на iPad Pro. И для меня это такое удовольствие играть на равных, а не против там всяких AWO и НЛО. Так сказать, убедился, что лучший. Также ещё один немаловажный вывод, который я сделал с этого турнира. Киберспорт это не моё. Да-да, ребят, это для меня очень сложно. Сидеть на одном месте 4 часа и играть в одну и ту же игру. Это тебе не в боксы с друзьями играть. Техника игры это только пол-дела. На турнире никак без мозгов. Потому что именно в таких моментах тебе надо продумать всё до мельчайших подробностей. А знаете, так после 6 каток мозги начинают плыть и ты начинаешь вытворять какую-то дичь. Однако для меня это был большой экспириенс. Я сумел понять, что я в общем не идеален в игре и у меня есть некоторые проколы, которые надо тренировать. Например, я плох в лейт игре. То есть как плох? Нет. Играть я умею и в лейты я могу играть совершенно спокойно и даже побеждать. Но когда у меня куча ресурсов. Когда у тебя всего лишь 100 железа, то я просто не знаю, что делать. Ну и в таких моментах чаще всего погибаю от зоны, забрав с собой двух или трёх челиков. И после этого я выявил для себя кучу нюансов, которые даже сойдут на отдельный видос. Где я поделюсь советами и фичами, как тащить на турнирах. И поверьте уж мне, такого ещё никто до меня не говорил. Вот давайте с вами договоримся. 50 лайков на этом видосе и я выпускаю видео, где поделюсь советами, как тащить на турнирах. Частично сценарий я уже прописал, так что мне остаётся просто это зачитать вслух и рассказать вам. Ну а если подытожить, то я так знатно повеселился, постримил. Меня сейчас убьют, наверное. Меня убили! Из-за того, что у меня зависло. Я мог спокойно топ-1 взять. В основном мне попадались игроки, которые не так хорошо играют, и я их с лёгкостью убивал. Кстати, хотите прикол? 25 числа в субботу, когда я играл и стримил, мне в первой же катке на моём инлоке выпал из сундука фиолетовый тактик, а ещё мне попалась лама. Вот тогда я офигел. Кто это? Это вы видели? Да офигеть! О, дьявол! Вы... Ребят, это моя катка! Офигеть! Я на своей локе нашёл этот фиолетовый дробаш и ламу! Это какая-то жесть! Ещё один удивительный факт. Когда я гамал турнир 26 числа, в воскресенье уже без стрима, мне на четвёртой или пятой катке тоже на моем инлоке попалась лама. Фиолетовый тактик у меня тоже был, но я его просто проапгрейдил с синего. Ну а вот, собственно, моя точная стата по турниру. И, собственно, это всё. Думаю, вам понравился этот видос, и вы оцените мои старания лайком. Ну или ещё лучше оцените это моим тегом Motivcar в вашем ежедневном магазине Fortnite. Не буду говорить, кто с вами был, вы это и так знаете. Всем пока!